На столе кофе, тыквенные семечки, игрушки ручной работы. Как будто пришел в гости. И пухлый черный блокнот с вклеенными записками, фотографиями и дорогими сердцу хозяйки мелочами. Воспоминания, которые стали спектаклем. Это была просто внутренняя работа. И я в рамках образовательной лаборатории по драматургии училась в таком направлении, как автофикшн. И училась писать. И просто попробовала. Мы нашли такую больную триггерную точку для меня. И, наверное, с ним разобраться посредством письма. Эта точка – взаимоотношения с отцом. Причем отрефлексированная и изложенная на бумаге история стала терапией не только для элиты, но и ее семьи – мамы и сестер. Он не был идеален, он не был ужасен. Он просто такой, какой он был. Как мог, так любил. Как мог, так растил. Делал ошибки, делал какие-то удачи. Просто он ушел 12 лет назад, и я до сих пор скучаю по нему. Текст переведен в аудиоформат. И зрители спектакль, по сути, не смотрят, а слушают в наушниках. Там звучат голоса трех поколений женщин семьи Садриддиновых. Зрители листают блокнот, находя вещественные подтверждения воспоминания. Могут внести и свое, например, оставив отзыв в конце. Из этих отзывов уже складывается своя, отдельная история. Сама простота ей поразила. Что вроде обыкновенная история, которая бывает у каждого, но при этом она так трогает за душу, что ты понимаешь, у меня почти такая же ситуация. И это просто невероятная эмоция при этом. Показ спектакля в Тобольске стал возможен благодаря реализации проекта «Арт-резиденция поле». Анастасия Терехова, Рустам Рузеев. Тобольское время.